можно ли диагностировать человеку над которым был сделан приворот можно диагностировать если над человеком был сделан приворот то человек начинает первое худеть дальше второе у такого человека появляется боль в пояснице если кто-то делает энергетическое влияние то боль в пояснице у женщин при этом могут появляться высыпания на лице и высыпания на бедрах дальше перестает нравится близкий человек также дети начинают жутко раздражать дальше одно из двух или человек становится сексуально холодным или наоборот сексуально очень озабоченным это является следствием вот таких приворотов а еще считается что если человек ложится в постель и после перед тем как заснуть если он в этот момент начинает очень сильно чесаться перед тем как заснет то это тоже может быть приворотом очень сильно чешется проявление энергетического влияния это склонность к алкоголизму которого раньше не замечалось склонность к суицидальным желаниям которые раньше не замечались такой человек может очень часто говорить о смерти вот почему-то вдруг началась такая тема нахлынула да если взять косточки и спросить у этих костей если привороту человека и бросить эти кости то обычно если есть приворот выпадают три четверки или четыре четверки ну две четверки если приворот слабее четверочки выпадают понятно если взять четыре игральных костей выбросить на тарелочку и спросить если у человека приворот случае если есть приворот и выпадут четверки то приворот есть сто процентов обычно так и выпадает. Есть ли что-то, что может защитить от любых приворотов? Самый простой метод – это ношение золотых квадратиков. Возьмите у ювелира, закажите обыкновенный золотой квадратик. Просто золотой квадратик, отполированный с обоих сторон. Чем желтее он будет, тем лучше. Носите на любой части вашего тела. Как браслет, как подвеска. Если вы носите на себе кусочек золота, которое отполировано с обоих сторон или с обеих сторон, то на вас произвести приворот или повлиять на вас энергетически невозможно. В случае, если вы любили того человека, с которым живете, и вдруг между вами начались ссоры какие-то, и вы чувствуете вот такое вот какое-то раздражение, беспокойство, что нужно сделать? Итак, первое, если приворот такой, что вы уже это ощущаете и не знаете, что сделать, обычно человек любил-любил, все было хорошо, а потом раз, и его прям бесит этот человек, он не знает, что с ним сделать, то делается просад. Какой просад? Итак, просад, который называется просадом против разрушения от приворота. Берется и каждый день на протяжении семи дней или десяти дней кормятся черные птицы или кормятся черные собаки. Берете, покупаете педигри, педигри, да, это для собак, или покупаете батон для ворон. Идете и каждый день, десять дней подряд кормите собак или ворон. Серьезно, если десять дней вы откормите собак или ворон, то вы избавитесь от приворота. На кого был сделан приворот, то ты должен сделать вот такое вот кормление собак и кошек. Ой, фу ты, кормление собак и кормление черных, кормление черных птиц. Вообще очень хороший метод, рекомендую. А в случае, если есть такие привороты, которые могут заставить человека умереть в случае, если вдруг никто не проведет с ним определенный обряд. Есть ли такие методы, которые помогают убрать у человека приворот в случае, если он был сделан с помощью магии или черной магии, или там земли, или там кладбищенской магии, или еще чего-то. Как это проявляется? В случае, если на человека был сделан кладбищенский приворот, то первое, от человека начинает пахнуть сыростью, изо рта начинает пахнуть гниением, у человека появляются яркие перепады настроения, сильные причем, и человек на какие-то минуты становится часто невменяемым. Также у этого человека появляется невероятная активность сексуальная, то есть он без конца чего-то хочет, неважно, это женщина или мужчина. Чем убирается такой приворот? На астральном зеркале, если смотреть на такого человека, то обычно сзади этого человека не видно его отражение, черное идет. Или видно в виде пряника такого, на котором написаны иероглифы в виде цифры 3, там еще какой-то. Итак, каким образом это убирается? Обряд номер один, который сделать очень несложно. Этот обряд звучит так. Нужно взять дома растение, которое растет в горшке. Растение, которое растет в горшке, там, где есть земля. Вот смотрите, у нас есть растения, они в горшке. Обряд проводится следующим образом. Берете из горшка землю при горшню, этой землей умываетесь, трете грудь, я извиняюсь, и трете, можно поверх нижнего белья, половые органы, и высыпаете обратно в эти растения. Делать так нужно 7 дней ночью, после 12, да. Не нужно после 12, делать это нужно, когда темно. Если у вас темно, и у вас северная полярная ночь, можно делать в любое время. Это убирает кладбищенские привороты. Итак, человек берет обязательно землю, которая есть из цветка, или растение, которое растет. Лучше всего, чтобы растение было алоэ. Вот если есть алоэ, которое растет, или вот толстянка есть еще, растение, денежное дерево толстянка, или алоэ, берете алоэ или денежное дерево, из-под него берете вот эту землю, трете лицо этой землей, после этого трете вот так вот грудь сверху, и трете поверх нижнего белья половые органы. Ну так, скромно. Ну и спесь ни слов не выкинешь, что есть, то есть. После этого обратно сыпите, ничего при этом произносить не нужно. Таким образом, в случае, если это происходит, вы это сделаете, и сделаете это ночью, вы таким образом убираете у себя кладбищенские привороты. Можно ли это убрать? Можно. Как определить, есть ли кладбищенские привороты? Если у вас в семье есть кладбищенские привороты, или вообще привороты, обратите внимание на лампочки, которые у вас есть в вашей квартире. Если лампочки горят быстро, наверняка какие-то привороты есть если у вас если у вас постоянно грязная люстра и она загрязняется быстро сто процентов на кого-то из вас постоянно происходит энергетическое влияние с целью сексуального захвата значит вы кому-то нравитесь зеркало тоже но самое главное это люстра если у вас есть центральная комната и там в этой центральной комнате ли висит люстра люстра является главным действующим лицом сохраняющий энергию вашей семьи если вы будете мыть люстру один раз в месяц то у вас все в семье будут мириться и надолго этого будет хватать люстра оказывается она выхватывает энергетику нехорошую также в случае если у вас люстра полукруглая что очень правильно которая мух ловит в эту люстру можно положить небольшое количество цветочков и небольшое количество цветочных листиков там еще чего-нибудь почему это будет благословлять арома масел это может благословлять вашу семью и меньше людей будут ругаться а если у вас просто пищал очки лампочки которые в потолке ничего страшного если они горят это говорит о том что происходит энергетическое влияние сексуального характера люди часто недооценивают но обыкновенные люди часто недооценивают этого они думают что этого практически нет так вот я вас должен разочаровать это есть и она практически повсеместно почему я не знаю почему люди такими стали но людям легче мечтать чем действовать они не хотят знакомиться на улице люди не хотят знакомиться в интернете люди вообще ничего не хотят но им что-то нужно